Нынешний сезон выдался трудным как для защитников растений, так и для всех горожан, считают депутаты городского собрания Сочи. Американская бабочка поселилась не только в черте города, но успела нанести вред и селам. В этом году размножение бабочки достигло пика. Но подобные вспышки являются нормой и длятся 5-6 лет, отмечают ученые. В следующем году чешуи крылого вредителя должно быть намного меньше. Ну а пока опасность не миновала. Несмотря на рождение уже двух поколений американской белой бабочки, возможно, грядет и третье. Если в городской очереди уничтожение велось повсеместно, то на частных и ведомственных территориях время упустили. Поэтому борьба еще не завершилась и требует координации действий. Сегодня, конечно, специалистам неловко было. Мы сделали, а результат не получился. А вот чтобы этого не было, чтобы жители сказали, да, они делают, чтобы люди были спокойны, надо заранее готовиться. И эта проблема есть, и она наша. И, конечно, надо стараться защитить то, чем мы гордимся, чем мы живем в нашем городе. Это его богатство природы. Поэтому заседание, на мой взгляд, прошло эффективно. Мы продолжим работать, мы вынесем хорошее решение. Мы обязательно проведем серию круглых столов при лечении ученых, как организовать работу в следующем году, как завершить эту работу. Я думаю, что городское собрание на правильном пути. И депутаты, и сегодня пришли депутаты, и не члены моего комитета, заинтересованы в этом деле. И это жизнь каждого. Поэтому, я думаю, будет польза. В этом году специалисты и власти города сделали определенные выводы. Более тщательно решили подбирать и подрядчиков, которые проводят химобработку растений. А еще важны сроки. Уничтожать американскую бабочку нужно в первую же неделю после ее появления. Тогда можно обойтись и бактериальными препаратами. Ну а второе поколение карантиново-вредителя реально уничтожить лишь химией. Безусловно, в панику впадать не нужно. Мы готовы. Мы знаем, когда, в каких количествах. Безусловно, численность вредителя на следующий год будет сокращаться. Самое важное – это своевременно проведенные мероприятия. Для того, чтобы эффективная была борьба, необходимо очень внимательно и очень тщательно проводить защитные мероприятия против первой генерации. То есть сосредоточить максимально все свои силы в июне месяце. Сегодня же было решено провести научно-практическую конференцию, а также ряд круглых столов на тему борьбы с карантинными вредителями. Субтропическим растениям угрожает не только американская бабочка, но и самшитовая огневка и коричнево-мраморный клоп. На эти встречи обязательно пригласят управляющие компании, ведь именно они отвечают за обработку деревьев на придомовых территориях. Глава города принял решение в следующем году увеличить финансирование на защитные от вредителя мероприятия, причем в три раза. Координацию работ на себя берут члены комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания Сочи.